Диана Шилова 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 что он является целевым. Студенты поступают на контрактную форму обучения, но при этом за собой сохраняют право поступить еще раз на бюджет. А оплату за их обучение оплату возмещает бюджет Республики Татарстан. Экономика международных и экономических отношений страны Азиафрики, где предполагается также изучение одного восточного, одного европейского языка, предполагает изучение экономики, углубленного изучения экономики той страны, язык, которую они будут изучать. В этом году предполагается корейский и японский языки. Чем же отличаются профили? На международных отношениях и на востоковедении африканистики. Первые два года студенты углубленно будут изучать дисциплины, непосредственно связанные с направлением подготовки. Третий, четвертый курс это более профильные дисциплины, которые уже помогут углубиться в специфику того направления, более узкого профиля, на который они поступают. На протяжении всех восьми семестров обучения наши студенты изучают углубленные иностранные языки. Здесь мы работаем рука об руку из Высшей школы иностранных языков и перевода, которая обеспечивает нам преподавание европейских языков, но и 13 восточных языков, которые реализуются непосредственно на Высшей школе международных отношений и востоковедения, а это действительно 13 современных и два древних восточных языка, обеспечиваются за счет не только собственных наших ресурсов, мы гордимся, потому что 80% преподавателей восточных языков является выпускниками Казанского государственного или Казанского федерального ныне университета. Ну и, конечно, каждый язык восточный, который реализуется непосредственно на направлении подготовки в нашем институте, обеспечен преподавателем-носителем языка из той страны, язык, который мы преподаем. Новое, абсолютно новое направление подготовки, которое только-только стартует в нашем институте, это направление экономика. Здесь мы предлагаем нашим абитуриентам профиль экономика и международные экономические отношения стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Как уже понятно из названия профиля, здесь будут студенты изучать углубленно, именно Азиатско-Тихоокеанские регионы будут изучать китайский язык, но запомните еще и испанский. На всех направлениях подготовки и профилях подготовки востоковедения и африканистики, а также экономики, будут предложены к изучению также два языка. Английский язык является языком, экзаменом для поступления, поэтому также, повторюсь, здесь мы стартуем не с нуля, а уже с более высокого уровня. Все восточные языки реализуются с нуля, самых азов, самого алфавита. Для поступления на направление международное отношение, это редкость, но оно оправдано. Мы предлагаем нашим абитуриентам четыре экзамена. Это история, общество знания, иностранный язык и русский язык. Те, кто у нас будут поступать на востоковедение и африканистика, для вступления предполагаются экзамены иностранный язык, история и русский язык. Ждем вас на наше направление подготовки. Я думаю, что, несмотря на то, что этот год выдался достаточно сложным для всех, все уже останется скоро позади, и в первые осенние дни, в самые нарядные дни этого года, мы встретимся с вами в стенах Института международных отношений. Диана Рустановна, я думаю, можно перейти к вам и рассказать про вашу высшую школу. Итак, высшая школа иностранных языков и перевода – самое крупное подразделение, я не побоюсь этого слова, в Приволжском федеральном округе, которое обеспечивает языковую подготовку. Надо отметить, что высшая школа иностранных языков и перевода обеспечивает подготовку по различным языкам для студентов неязыковых направлений нашего университета, и самым главным, одним единственным направлением, которое реализуется в нашей высшей школе – это направление лингвистика, как бакалаврские программы, так и магистрские программы. Отличительной чертой нашего направления лингвистика является то, что студенты изучают три иностранных языка. Это наша языковая политика, которую мы проводим, начали проводить, вернее, несколько лет назад и следуем этой традиции. Итак, какие комбинации могут быть? Допустим, если абитуриент выбирает для изучения в качестве первого и второго иностранного языка европейские языки, допустим, сочетание английский и французский, то в качестве третьего иностранного языка ему будет предложен обязательно восточный язык. Если студент выбирает для изучения в качестве первого и второго иностранного языка сочетания английский, а его изучают все наши студенты, и какого-то восточного языка, то в качестве третьего иностранного языка ему будет предложен европейский. Таким образом, по окончании четырех лет обучения бакалавриата наши студенты выходят со знанием двух европейских и одного восточного языка. Конечно же, наших абитуриентов может интересовать вопрос, какие языковые комбинации будут предложены в 2020 году. Это проект, поэтому мы надеемся, что эти языки, эти языковые комбинации действительно состоятся. Я сейчас их назову. Прежде чем назвать эти комбинации, мне нужно сказать, что у нас реализуется два профиля в направлении лингвистика. Это профиль перевода и перевода видения, и второй профиль теории методика преподавания иностранных языков и культур. Про этот второй профиль я скажу чуть попозже. Сначала назову обещанные языковые комбинации. Итак, на профиль теории методика преподавания иностранных языков и культур на очную форму мы будем предлагать сочетания английский-французский, английский-немецкий, английский-испанский. На профиль перевод перевода видения мы предлагаем комбинации английский-немецкий, английский-французский, английский-португальский, английский-китайский, английский-арабский, английский-турецкий и испанский-английский, немецкий-английский и французский-английский. Для чего я делаю ударение на первом слове? Для того, чтобы показать, что такая может быть неожиданная для наших абитуриентов языковая комбинация, хотя для нас она является не неожиданно мы реализуем такую комбинацию в течение нескольких лет. Как известно в направлении лингвистика три вступительных ЕГЭ – иностранный язык, общество знаний и русский. Поэтому студенты, абитуриенты приходят к нам, как правило, с ЕГЭ по английскому языку. И мы им предлагаем, что они могут спокойненько выбрать не только английский в качестве первого иностранного, но и немецкий, французский, испанский язык. Ведь не секрет, что разница в количестве часов, которые отводятся на изучение первого иностранного языка и второго иностранного, есть. И большее количество часов, которые отводятся на изучение первого иностранного языка, позволяет нашим студентам за четыре года выйти просто на блестящий уровень его владения. Поэтому мы делаем акцент и приглашаем наших абитуриентов на эти языковые комбинации. Теперь, что касается очно-заочной формы обучения, должна говориться, что мы реализуем направление лингвистика в двух формах – это очная и очно-заочная, вечерняя. Что это за форма и для кого она предназначена? Как правило, эту форму обучения выбирают те абитуриенты, которые по каким-либо причинам не могут обучаться на дневной форме обучения. Возможно, они работают, возможно, у них есть какие-то семейные обстоятельства, какие-то личные обстоятельства. И поэтому мы приглашаем этих абитуриентов, они становятся студентами, поступая к нам. Мы их приглашаем три-четыре раза в неделю. Учатся они, как правило, в вечернее время, самое раннее, что они начинают учиться в 15.40. Как правило, чаще всего это в 17.50. Две-три пары в день, три-четыре дня. И мы, конечно же, загружаем по максимуму субботу, потому что для большинства наших студентов суббота является выходным днем для тех, я имею в виду, которые, конечно же, работают. Какие языковые комбинации мы предлагаем на очно-заочной форме в этом году? Английский-французский, английский-немецкий, английский-арабский, английский-турецкий. Ну а теперь я расскажу о профиле теории-методика преподавания иностранных языков и культур, как и обещала. Что это за профиль? Это своего рода альтернатива направлению педагогическое образование. Но вот сейчас я вас попрошу сравнить. Если на педагогическом образовании, где два профиля подготовки, мы имеем в виду два иностранных языка, которые реализуются в другом структурном подразделении нашего университета, вы обучаетесь в течение пяти лет и изучаете два языка. На нашем профиле теории-методика преподавания иностранных языков и культур вы обучаетесь четыре года и изучаете три иностранных языка. Разница есть? Есть. Поэтому мы приглашаем наших абитуриентов рассмотреть и этот профиль. Где могут работать наши выпускники с тем или с другим профилем? Ну, прежде всего, в языковых школах, в языковых центрах, в переводческих компаниях, могут работать средних образовательных учреждений в качестве преподавателей иностранных языков, могут работать на предприятиях в сфере бизнеса в качестве переводчиков, письменных переводчиков, синхронных переводчиков и так далее. Мы предлагаем широкий курс, широкий спектр курсов по выбору. Об этом, наверное, возможно, я скажу чуть попозже. Приглашаем к нам высшую школу иностранных языков перевода. И, Алла Юрьевна, давайте мы перейдем к вам, выслушаем про вашу высшую школу и потом перейдем к вопросам нашим. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я с удовольствием расскажу о высшей школе исторических наук и всемирного культурного наследия, которые ведет подготовку по семи направлениям подготовки. Да, действительно, диверсификация наших направлений очень велика. И сейчас я попробую их условно разделить на те направления подготовки, которые более относятся к прикладному, носят прикладной характер, и те, которые носят классический научный характер. Итак, те направления подготовки, которые носят прикладной характер, Это зарубежное регионоведение, регионоведение России и туризм, просто его профиль международный туризм. Что касается зарубежного регионоведения, данное направление подготовки относительно новое направление, которое реализуется в очень ограниченном количестве российских вузов, в том числе Казанский университет, один из вузов, где реализуется направление подготовки зарубежное регионоведение. Здесь мы предлагаем три профиля подготовки, каждый из них специализирован на определенном регионе. И один из профилей подготовки – это германо-российские исследования. В чем разница, ребята, когда вы будете поступать на тот или иной профиль? Разница лишь в специализации и разница в изучаемых языках. Как уже сказали, отметили мои коллеги, специфика нашего института состоит в углубленном изучении иностранных языков. Так вот, если вы выбираете тот или иной профиль на зарубежном регионоведении, изучение иностранных языков будет отличаться выбранным вами регионом для изучения. Что касается профиля подготовки германо-российских исследований, то данный профиль реализуется совместно с Университетом Регенсбурга. У Казанского федерального университета очень много зарубежных партнеров. Университет Регенсбурга – один из этих зарубежных партнеров. С этим университетом мы реализуем сходные образовательные программы. То есть и ребята в Регенсбургском университете изучают зарубежные регионоведения, и наши студенты, которые поступают к нам, также изучают это направление с углубленным изучением Германии. Двух регионов крупнейших – это Германия и Россия. Следующее направление подготовки, о котором я хотела бы рассказать, это регионоведение России. Здесь, наверное, нужно быть патриотом своей страны, и действительно в нашей стране есть что изучать, и Россия с ее многообразными этническими связями – это действительно регион, который представляет, безусловно, интерес. Регионоведы России, ребята, которые поступают здесь, специализируются на изучении двух самых крупных востребованных языков – это английский язык и китайский язык. Следующее направление подготовки, которое реализуется в нашей высшей школе – это туризм, профиль международный туризм. Это прикладное направление, которое будет интересно тем абитуриентам, которые мечтают прокладывать новые пути, новые дороги, логистические направления в отношении различных туристических троп, маршрутов. Но уже не как туристы, а как профессионалы своего дела, как люди, которые 4 года изучают эти дисциплины, прикладные дисциплины. Обучение здесь очень интересно, здесь реализуются всевозможные программы. И уклон сделан в силу специфики нашего института в сторону культурных традиций, в сторону памятников, охраняемых ЮНЕСКО и так далее. Следующее направление подготовки, которое мне хотелось бы представить – это направление антропологии и этнологии. Здесь мы ждем ребят, которые неравнодушны к человеку во всех его проявлениях, к человеку с его связями этническими, религиозными, с построением взаимоотношений, людей в мире. И антропологии и этнологии. Здесь мы предлагаем такие интересные дисциплины, как этнические исследования, этнологические исследования. Здесь изучается глубоко социология. Специфика данного направления заключается в том, что ребята обучаются непосредственно, занятия проходят в этнографическом музее Казанского федерального университета. И все наши студенты, в том числе антропологи и этнологи, имеют возможность прикоснуться к прекрасным образцам, музейным образцам тем, что привезены были студентами Казанского, еще и императорского университета из различных экспедиций. Следующее направление подготовки, о котором я с удовольствием расскажу, это история. И, в общем-то, я сейчас уже перешла к классическим направлениям подготовки. В частности, историков Казанский университет готовит более чем 126 лет. И здесь спецификой нашего направления является то, что в дружном коллективе, в одной связке, бок о бок, работают несколько поколений исследователей. Это исследователи еще Советского Союза, это исследователи крупные российские исследователи, это современные ребята, которые буквально вчера закончили наш университет и закончили аспирантуру. Спецификой преподавания историков является то, что здесь готовят мыслящих, критически мыслящих людей. Здесь всегда можно высказать свое мнение, быть услышанными, быть услышанными командой специалистов, как я уже говорила, всех возрастов. Также здесь интересно то, что действует у нас более шести студенческих научных кружков. А многим из них уже очень много лет, в частности, кружку «Античный понедельник» мы уже скоро будем справлять 55 лет. Вот сколько лет ребята занимаются в данных кружках. Также необходимо отметить, что на этих направлениях подготовки, о которых я говорила, замечательная практика. То есть студенты погружаются в изучение предмета изучения, начиная с первого курса. Потому что наши ребята на первом курсе проходят археологическую практику, то есть они едут в экспедиции, это незабываемые дни. На следующем курсе обучения ребята ожидают архивная практика, и это действительно возможность прикоснуться к артефактам, и не просто смотреть, видеть это, но и работать с этими источниками. На третьем курсе ребята проходят педагогическую практику, и на последнем курсе это научно-исследовательская практика. Все наши выпускники умеют прекрасно писать статьи, это пишущие, думающие, критически мыслящие люди, которые с удовольствием изучают дисциплины, которые предусмотрены в учебном плане. Еще одно направление подготовки, которое предлагает наш институт, это педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Диана Рустамовна уже сказала о педагогическом образовании, да, Казанский федеральный университет действительно предлагает тем ребятам, которые хотят заняться педагогической деятельностью, возможность получить педагогическое образование в стенах классического университета. В нашем же институте это две профессии, которые вы получаете, заканчивая данное направление подготовки, истории и общество знания, либо истории и английский. Вот такие два профиля представлены на направлении педагогическое образование с двумя профилями. Для кого это направление? Ну, прежде всего, для тех ребят, которые видят себя в качестве преподавателей, для тех ребят, которые мечтают вернуться в свою школу или в другую школу, войти в класс в качестве учителя, научить, научить мыслить, научить критически действовать. И это действительно то место, где в течение пяти лет наши ребята, наши будущие педагоги с удовольствием овладевают предлагаемыми знаниями. Еще одно направление подготовки, которое также является вечным, с позиции того, что какие бы суровые времена не переживал мир, страна, такие профессии, как культуролог, и я сейчас хочу рассказать об этом направлении подготовки, действительно являются вечными профессиями, потому что культура – это вечная ценность, и сегодня никто не будет это оспаривать, потому что те проекты, которые сегодня предлагают мудкультуры, это действительно вечные проекты, и они будут востребованы всегда. На направлении культурологии мы ждем ребят, которые интересуются не только искусством, культурой, но и историей, но и тем, как развиваются эти отношения. Здесь всесторонне развитые, конечно, специалистов мы готовим, потому что занятия проходят в лучших музеях, и ребята действительно очень интересуются теми дисциплинами, которые предлагаются в рамках данной программы. В этом году также мы предлагаем заочную форму обучения на направлении музеологии и охраны объектов культурного и природного наследия. Музейные работники. Не случайно я анонсирую это направление рядышком с культурологией, потому что это тоже те профессии, которые являются востребованными всегда везде. И при подготовке музеологов здесь идет изучение объектов, которые находятся под охраной ЮНЕСКО, охрана памятников. Здесь изучаются музейные ценности, реликвии, и у студентов также очень интересная практика. Почему заочно? Потому что для тех ребят, которые действительно уже хотят начать работать, хотят начать зарабатывать и в то же время получать образование. Поэтому мы предлагаем здесь заочное образование. Вот, наверное, если я ничего не упустила, то все те многочисленные направления, которые предлагает Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия. С удовольствием отвечу на Ваши вопросы. Спасибо. У нас появился вопрос. Можно ли взять китайский язык в качестве первого иностранного языка на лингвистике, перевод и переводоведение? Нет, в этом году нельзя. У нас ни разу не было, чтобы восточные языки были в качестве первого иностранного, хотя мы, конечно же, на будущее рассматриваем такие перспективы. И также был вопрос по связке, комбинации языков. То есть можно ли менять их, допустим, или будут ли дополняться новыми, там, английский, японский, например? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Я перечислила все то, что мы готовы предложить в будущем году. Будут ли зачислены обеступительные испытания все школьники, прошедшие в этом году на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады по английскому языку? Будут ли зачислены? Да. Я думаю, что полную подробную информацию можно будет увидеть на сайте, потому что все возможности для выделения каких-то льгот призерам и другим категориям абитуриентов, подробная информация обычно размещается на сайте, она обновляется ежегодно, поэтому, чтобы не быть голословным, мы, наверное, адресуем наших абитуриентов именно ознакомиться с информацией на сайте. Хотелось бы узнать, как в этом году будут проходить вступительные испытания на магистратуру и на какие направления присутствуют вступительные испытания, в каком формате, как подготовиться к экзамену? На самом деле, магистратура, я вот, если позволите, начну с нашей школы, да, с нашей высшей школы. У нас отличные новости. Именно на Востоковедине и Африканистике в этом году будет первый набор магистратуры. И мы первый раз будем принимать наших магистрантов уже на направление, на программы подготовки восточной языке в профессиональной коммуникации, это китайский и турецкий язык, и программа по магистратуре языки из страны Азии, Африки, арабский язык. Программы подготовки также размещены, то есть содержание программы экзаменов размещены на сайте, вы можете пройти по ссылкам и найти полный контент. В этом году предполагается, что будет тест для наших абитуриентов, поэтому, в общем, нужно готовиться для теста прохождения по языку, и те вопросы, которые будут дотронты, еще раз повторюсь, есть на сайте. То же самое касается направления подготовки международных отношений, то есть у них все вопросы, которые непосредственно будут перечислены, предоставлены магистрантам для поступления, также размещены на сайте. Но в случае историков, я понимаю, будет так же, да, примерно тест какой-то, а в случае юристов... Тестовое испытание будет такое же. Никакой, там, спич, грубо говоря, не нужно будет продемонстрировать, что в правительстве... Мы бы очень хотели, но обстоятельства вынуждают нас сделать это в формате теста. Что касается магистрских программ Высшей школы иностранных языков перевода, мы предлагаем две магистрские программы. Это теория перевода, межкультурная и межязыковая комбинация, возможная межязыковая коммуникация, возможная языковая комбинация, английский-немецкий, английский-французский. Для наших иностранных абитуриентов, студентов, будущих магистрантов мы предлагаем комбинацию английский-русский. Вторая магистрская программа – это теория методика преподавания иностранных языков и культур, предлагаемая комбинация английский-французский. Надо сказать, что эта программа реализуется в двух формах – очной и очно-заочной. По очной форме обучения традиционно программа длится два года, для заочной формы длится два года шесть месяцев. Вступительные испытания будут проводиться также в форме теста. На основе чего мы составляли эти тесты, также вся программа по вступительным испытаниям размещена на сайте еще с осени 2019 года. И поэтому наши тесты, по крайней мере, они состоят из нескольких модулей. Каждая из них отражает те экзаменационные вопросы, которые были размещены на сайте университета. Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия предлагает несколько магистрских программ в этом году. Это программы по истории, и профилей здесь достаточно много. Вы всю информацию можете увидеть на сайте. Это два профиля по магистрским программам туризма. Один профиль международный туризм, и второй профиль носит более такой характер менеджмента, организационный характер. Также мы предлагаем магистрские программы по антропологии и этнологии, и эта программа реализуется также в заочной форме обучения. И мы предлагаем очень интересную программу, которой, возможно, заинтересуются не только выпускники Казанского университета, но, возможно, она будет интересной выпускникам Казанской государственной академии, архитектурной академии и искусств. Потому что это программа, которая называется направление данной программы «История искусств». Здесь мы предлагаем два профиля – это «История искусств тюрко-мусульманского мира» и «Реставрация историко-культурного наследия». Что касается магистрской программы реставраторов, то здесь для обучения привлекаются самые высококвалифицированные специалисты ведущих музеев мира России, в частности из Эрмитажа у нас работают специалисты, и студенты получают уникальные знания, позволяющие им потом реализовать себя в очень редкой профессии реставраторов. Здесь мы проводим обучение реставраторов по коже, реставраторов по металлу, и в условиях, когда весь мир обращается к сохранению исторического и культурного наследия, данная профессия, конечно, очень востребована. Вот такие программы мы предлагаем, магистрские программы в нашей высшей школе. С удовольствием ждем вас. Можно ли будет выбрать восточный язык на третьем курсе при выборе третьего языка? Я еще раз повторяю для наших слушателей, что если вы изучаете в качестве первого и второго иностранного языка европейские языки, то вам обязательно будет предложен восточный. Если вы изучаете английский и восточный в качестве первого и второго иностранного языка, то в качестве третьего будет предложен европейский. Комбинация или, вернее, линейка языков для будущих третьекурсников будет известна на втором курсе, потому что из года в год она меняется, мы какие-то языки добавляем, какие-то мы предлагаем мигающим способом. В общем, доживем до 2022 года. То есть из года в год комбинация с языками этим меняется? Могут меняться, да. И, наверное, уже отвечали, но для наших слушателей ответим. На сайте на профиле методикой преподавания иностранных языков и культуры есть английский, турецкий. Но их часто комбинацию не назвали. Будет ли она в этом году? Еще раз говорила, это было в проекте. Это было в проекте. Мы не говорили, что они всегда и однозначно такие. Если наберется подгруппа, если у нас будут такие желающие, мы, конечно же, без проблем ее предложим. Ну, наверное, всеми любимый вопрос, есть ли программа двойных дипломов. Это, мне кажется, актуально для нашей молодежи. На нашем направлении нет. А где-то присутствуют, где-то можно пройти стажировку, допустим, потом, в будущем. Стажировки, конечно. Да, если говорить о стажировках, это отдельная тема для разговора на всех направлениях подготовки. И, наверное, здесь нужно в этом поблагодарить и Казанский федеральный университет. Огромное количество вузов-партнеров, которые сейчас работают непосредственно с нашим университетом, дают великолепные возможности для стажировки всех студентов, которые обучаются на всех направлениях подготовки. Здесь очень хороший подоплек. И одно из самых больших количеств студентов, которые выезжают на стажировки, являются студентами нашего университета. Это очень хорошая базовая языковая подготовка. И студенты выигрывают гранты именно благодаря не только направлению подготовки, на котором обучаются, но и той базовой подготовке, которая у них есть. Я боюсь ошибиться, но более 200 студентов выезжают в Китай ежегодно. Это Корея, это Япония, если это говорить о восточных странах. Турция. Турция вот мы возобновили. Сейчас мы возобновляем Египет. Марокко ежегодно выезжают. Если говорить о европейских странах Германии, это обязательно. Это Испания, это Италия сейчас размораживает. Польша. Германия. То есть европейские страны. Мы работаем с ведущими университетами мира. И фактически, стоит отметить, каждый язык, который преподается на разных направлениях подготовки, он обеспечен той или иной мере языковой подготовкой, языковой стажировкой в УЗИ-партнёры в той стране, за которой изучается. Я могу привести два небольших примера. Например, наши студенты, изучающие три иностранных языка, не раз доказывали то, что хорошая подготовка по языку и в качестве третьего иностранного языка им позволяла выигрывать конкурсы, позволяла стать обладателями грантовых программ, и они выезжали на стажировку, в частности, в УЗИ-испании. Сейчас, например, две студентки нашего отделения, третьекурсницы, которые как раз выбрали французский в качестве основного языка, первого, два с половиной года тому назад, почти три тому назад, когда поступали на первый курс, действительно показали хорошие знания, блестящие свои способности по языкам, и это позволило им выиграть грантовую программу. Они сейчас находятся в Париж-3, Новая Сорбонна, в университете Сорбонны, уехали на полугодовую программу и обучаются сейчас там. Вот такие два небольших действительно примера. На направлении туризм сам выбираешь второй язык для изучения или просто распределяют? Здесь идет распределение, и для первого курса мы заранее закладываем те языки, которые будут у нас ребята изучать. Как правило, это обязательно английский язык и второй язык восточный. Хотелось бы узнать, в этом году в профиле международные отношения, мировая политика и международный бизнес будут ли арабский язык, и какие языки предлагаются в изучении на этом направлении? Да, здесь у нас предполагается изучение немецкого и китайского в качестве первого иностранного языка, и английский в качестве второго иностранного языка. А арабский язык вы можете изучить на других профилях подготовки. Но тем не менее, вне зависимости от того, какой профиль, языки у нас варьируются на разных, так скажем, на разных профилях разные языки, и при, так скажем, большом желании и возможностях, если такие возможности остаются, студенты могут менять языковые подгруппы. В случае, если нас смотрят те, кто сейчас учится в 10 классе, у них интересует вопрос, есть ли какие-то подготовительные курсы к ЕГЭ, именно чтобы и к поступлению? У нас в институте есть большой центр. Да, центр развития компетенции универсум, который предлагает действительно широкую линейку курсов по подготовке к ЕГЭ. Это и по истории, и обществознанию, и по иностранным языкам. Но самые большие возможности для наших абитуриентов. И как проходит поступление детей-сирот, то есть льготников? Сколько мест выделено, грубо говоря? Также вся информация размещена на сайте. Также там есть контрольные цифры приема, где каждое направление подготовки, напротив каждого направления подготовки, написано, какое количество бюджетных мест и какое количество льготных мест, и уже та или иная категория отдельно прописывается на сайте приемной комиссии. Как правило, это 10% от количества бюджетных мест, выделяемых на направления. Вот мы говорили про стажировку, да? А если существует обмен? Обязательно. Куда может уехать студентка? Что для этого нужно? Может, оценки определенные, отзывы, практика? Ну, на самом деле, обменные программы также реализуются на всех направлениях подготовки. Я, наверное, начну, если позволите, по нашим восточным проектам, а уже коллеги дополняют. У нас, еще раз повторюсь, большое количество партнеров за рубежом, вуза-партнеры, вот один из самых, так скажем, наших старых добрых друзей, это УНСКИ Педагогический университет в Китае. У нас почти 30 лет дружбы, и ежегодно большое количество студентов выезжают для семестровых программ. Иногда эти программы мы продлеваем до года в редких случаях. Также у нас достаточно развитые программы, это с Кореей, Корея Фондейшн, Япония, Япония Фондейшн, которые благодаря нашим вузам-партнерам предоставляют нам программы обмена. Также более подробная информация всегда размещается на сайте Департамента внешних связей, там есть все страны, там есть все программы. Процедура достаточно простая, есть пакет документов, которые необходимо собрать. Студенты собирают пакет документов, дальше они проходят необходимую процедуру в согласовании на кафедре, в институте, ученые советах согласовывают, если они едут за границу на более длительный срок, чем предположено. Конечно, оценки здесь имеют очень большое значение, потому что у нас очень большой конкурс среди студентов, которые желают попасть на эти стажировки, и мы их оцениваем, так скажем, ну, когда у нас стоит такая дилемма, кого выбрать, конечно, более успешные дети, более успевающие студенты у нас имеют больше шансов выехать. Стоит отметить также и то, что обменные программы, они не только в рамках каких-то образовательных программ, это и летние школы, на которые наши абитуриенты выезжают, это и зимние школы, и вот предполагается, я думаю, Алла Юрьевна более подробно расскажет, Стамбульским университетом у нас предполагается старт совместной образовательной программы по направлению археология, это магистрская программа, где студенты, прошу прощения, магистранты первого курса обучения на втором семестре смогут выехать на семестр, то есть это аналог совместной программы зарубежного регионоведения, и с каждым годом таких программ становится все больше и больше. Я хочу дополнить, что, конечно, чтобы куда-то поехать, нужно знать язык. Когда мы говорим об успешных студентах, это студенты, которые без труда в чужой стране, в другой стране смогут общаться и коммуницировать, поэтому уровень языка тоже достаточно высокий. Ну и, конечно же, чтобы быть конкурентоспособным и претендовать на победу в этих грантовых конкурсах, грантовых программах, нужно студенту собирать портфолио, который будет состоять из их заслуг и в общественной жизни, и в научно-исследовательской деятельности, и в образовательной деятельности, чтобы все складывалось. Все это вместе даст ему хороший шанс, и когда подписывается рекомендательное письмо, там это все учитывается. И как поступить на целевое? То есть какие документы должен предоставить, грубо говоря, студент? На целевое направление подготовки документы подаются так же, как подаются на обычное направление подготовки. Просто если говорить о целевой программе политика и экономика цурских народов, подаются документы на востоковедение африканистики. Дальше мы обзваниваем наших студентов, будущих абитуриентов, предлагаем им целевую программу. И дальше уже по внутреннему конкурсу, среди желающих поступить именно на это целевое направление, первые 30 студентов с наивысшим баллом имеют право претендовать на этот профиль подготовки. И какой проходной бал предусматривается в этом году? Если я не ошибаюсь, все будет рассчитываться из этого года. Вот смотрите, если говорить о проходном балле для бюджетных мест, естественно, для нас это тоже остается загадкой. Ежегодно наши абитуриенты сами делают этот бал. Если есть года, когда дети приходят, студенты приходят с очень высоким баллом, и тогда только на высших, так скажем, баллах разыгрываются конкурсы, иногда бывают чуть-чуть похуже, и тогда бывает больше шансов. Если говорить о контрактной форме обучения, то всегда определяется нижний минимум, ниже которого мы абитуриентов не принимаем. А дальше как бы вот уже по контракту разыгрывается, так скажем, вторая очередь. Это уже студенты, у которых балла, высшего балла не хватает для прохождения на бюджет, а нижний не ниже того предела, который определяется на то или иное направление подготовки. И хотелось бы узнать, какая вообще студенческая жизнь в Казахстанском федеральном университете? Что дается студентам? Общежитие? Какие это общежития? Активность какая-то, знаю, эмо там лучше всех. Рассказать в рамках одной программы это невозможно. Это нужно поступить в Казанский федеральный университет и сразу все понять. Ну уж тут точно здесь никто не чахнет. И активная студенческая жизнь на 100%, на 1000% им здесь обеспечена. Я добавлю только одно, что вне зависимости от того, на какую форму обучения поступают наши студенты, бюджетную или контрактную, для них предоставляется общежитие. Это один из самых лучших кампусов, который можно встретить не только в Российской Федерации, но я думаю, что европейские вузы могут нам позавидовать. Это, конечно, деревни универсиады. Все студенты-первокурсники начинают свою жизнь там иногородней. И, так скажем, казанские студенты еще даже завидуют тем возможностям, которые предоставляются. Это и комфортабельное размещение в номерах, это и Wi-Fi, это и инфраструктура, это спортивные площадки, это магазины, кафе. И все-все-все, о чем только может мечтать студент, а иногда может и не мечтать. Если говорить об активностях нашей жизни, понятно, что это ежегодное лидерство во всех студенческих конкурсах. Это активные стажировки, это активные мероприятия, это и поиск здоровья, о которых можно рассказывать действительно не только часами, но и целыми днями. Наверное, стоит заглянуть в наши социальные сети, на наш сайт, где эта вся активная жизнь, она есть, она освещается очень подробно. И загляните к нам на сайт, загляните на наши странички ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграм, и вы увидите, как здорово жить нашим студентам, и не только студентам, и преподавателям. Потому что Институт международных отношений – это семья, семья МО, которая живет очень дружно, живет очень активно и живет очень счастливо. И, конечно же, это профессионально ориентированное мероприятие, это и день европейских языков, это и международный день переводчика, это и всемирный день английского языка, день рождения Шекспира, это и день франкофонии и так далее. То есть все праздники, если говорить про высшую школу иностранных языков перевода, все праздники, которые связаны прежде всего с языками, мы отмечаем очень бурно и громко. Подписывайтесь на наш Инстаграм Лингвистик СМО. Тут как раз вопрос по поводу всей вот этой шумихи студенческой. Есть ли выгода у студентов вообще от этого? Выгода? Выгода в том, что они проживут яркую студенческую жизнь. Все. Это самая главная выгода. Конечно, есть баллы. За активную общественную работу, спортивные достижения, научно-исследовательскую. Мы мало об этом говорим, но об этом можно много сказать. Наши студенты имеют возможность получить дополнительно 10 баллов к сессии. И они это сами распределяют на те предметы, на которые они считают нужным. Вообще нужно, наверное, отдельно сказать еще о студенческом самоуправлении в нашем институте, потому что профорка нашего института – это полноправный член всех совещаний, которые проводятся в руководствах. Кроме того, необходимо сказать и о том, что студенческое самоуправление, но я не знаю, в каком вузе еще у студенческого самоуправления есть отдельный кабинет большой, красивый, обставленный. И ни одно решение не принимается без мнения студенческого совета. Студенты у нас действительно очень активные, самостоятельные. И вот этот вот дух взаимоуважения всех поколений, действительно этим духом пронизана наша семья ему. А если же говорить про стипендию, то какая она, если не ошибаюсь, в прошлом году была специальная стипендия, 100-бальником, например, им выделялась, тоже сумма определенная. Ждите проектов приказов и приказов на сайте. Следите за новостями на сайте, тогда вся информация появится. А из какого курса можно проходить стажировку за границей? Ну, как правило, большие шансы у третьекурсников, у студентов третьего курса. За первый, за второй курс они просто набирают себе вот это портфолио, о котором я говорила, для того, чтобы им действительно быть конкурентоспособным. Желающих пройти грантовые стажировки языковые, конечно, больше, чем мест предлагаемых. Поэтому для того, чтобы претендовать и иметь шанс, собирайте портфолио, и все в ваших руках. Ведь курсовые работы у нас начинаются на втором курсе, например, на нашем направлении. У нас есть сборник научных трудов студентов, где наши студенты печатаются, и это потом сборник наш представлен в российской базе научного цитирования. Поэтому хорошие достижения в научно-исследовательской работе – это большой бонус, и это очень большой плюс. А даются ли дополнительные баллы за поступление? Если да, то за что именно? Опять-таки полный перечень дополнительных баллов для поступления в Казанский федеральный университет обычно размещается на сайте Казанского федерального университета. Он варьируется, какая-то олимпиада, какая-то конференция. И опять-таки, чтобы быть неголословным, мы рекомендуем посмотреть всю более подробную информацию на сайте приемной комиссии Казанского федерального университета. Да, это и значок ГТО, это и наличие медали, это и призерство на олимпиадах различного уровня, и если ребенок является победителем, в конце концов. Поэтому это очень хорошие баллы. Да, то есть собственных преференций наш институт не дает. Мы действуем в рамках закона и в рамках тех правил, которые установлены Казанским федеральным университетом. Интересует такой вопрос. Где проходит практику лингвист? Лингвисты, где проходит практику? Везде, где есть иностранный язык. А мы можем сказать, что иностранный язык есть везде. Иностранный язык сейчас затребованный, просто специалисты требуются с иностранным языком, я еще раз говорила уже до этого, и на предприятиях, и в органах власти. К нам обращаются, например, различные министерства, к нам обращаются органы управления города Казани, к нам обращаются предприятия, к нам обращаются... К примеру, у нас очень хорошие сложились отношения с Министерством по чрезвычайным ситуациям в Республике Татарстан, которые ежегодно запрашивают наших студентов в качестве волонтеров и в качестве практикантов во время проведения крупных спортивных мероприятий, крупных экономических форумов. Наши студенты, которые обучаются по профилю теории методика преподавания иностранных языков и культур и по одноименной магистрской программе, конечно же, проходят практику и в школах, и в средних специальных учебных заведениях. Мы привлекаем также наших студентов по этому профилю, которые обучаются, на различные олимпиады и конкурсы, которые проводятся в Республике Татарстан. Мы сотрудничаем с Министерством образования и науки Республики Татарстан. Все олимпиадное движение замыкается на высшей школе иностранных языков и перевода по европейским языкам, я имею в виду. Поэтому во время практики наши студенты с нами, рука об руку. Интересно наблюдать, что года два тому назад они сами, возможно, были участниками этих конкурсов, а прошло два-три года, поступив в наш институт, поступив на направление лингвистика, они уже сами сидят и в качестве жюри, и в качестве аналитиков, детских работ и так далее. Поэтому, конечно же, некоторые проявляют свою собственную инициативу, хотят проходить практику в том или ином предприятии, на том или ином предприятии. Мы, конечно же, не против. А есть ли возможность, поступив на контракт, перевестись потом на бюджетную основу? При наличии бюджетных мест, при условии, что вы хорошо, блестяще сдали две экзаменационных сессии, что у вас нет никаких проблем с учебой. Ну и самое главное, наличие бюджетных мест. А отслеживать где это можно будет, мне кажется, на сайте Казанского федерального института? Конечно, конечно, там все это есть. Все транспарентно, поэтому они могут все это посмотреть. А в чем отличие профилей теории методика преподавания и перевода переводоведения? Ну, базовая часть, базовая часть на этих профилях, она идентична. Какое отличие? По профилю перевод-переводоведения мы предлагаем курс введения в синхронный перевод. У теории методики преподавания иностранных языков культуры, или как мы его по-домашнему называем ТИМ, у ТИМа, разумеется, введения в синхронный перевод нет. Базовые курсы есть на обоих профилях. Но для того, чтобы обеспечить подготовку наших студентов к работе в качестве преподавателей иностранных языков, мы обязательно для ТИМовцев включаем психолого-педагогический модуль. Это включает общую психологию, возрастную психологию, сравнительную педагогику, предметы по методике обучения иностранным языкам, методики по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, которые очень-очень пользуются популярностью, потому что, я напоминаю, что 2022 года иностранный язык ЕГЭ будет обязательным. Поэтому наши ТИМовцы еще не поступили, как говорится, в институт, еще не обучились, не научились, не получили диплом, а их уже хотят на работе. Они уже, их ждут в школе, потому что нам нужно будет усиливать языковую подготовку в школах. Тем более вы знаете, что в сентябре 2019 года во всех российских школах введено изучение второго иностранного языка. Поэтому на профиле теории, методика преподавания иностранных языков культур мы предлагаем только те языки, которые представлены в перечне рекомендуемых языков для изучения в школах России. Это английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, арабский, турецкий, китайский. Вот эти языки в качестве рекомендованных есть, поэтому из года в год мы мигающим способом предлагаем их на этом профиле. И интересует наших зрителей, не могли ли вы подробнее рассказать про направление политика и экономика тюркских народов? Как проходит обучение, что из себя представляет профиль? Политика и экономика тюркских народов – это профиль подготовки, который реализуется в рамках направления подготовки востоковедения африканистика. Как я уже объяснила, студенты принимаются на контрактную форму обучения, но при этом за их обучение оплачиваются из бюджета Республики Татарстан. Для изучения предлагаются языки турецкий и английский, то есть турецкий идет как основной восточный язык, английский у нас идет как основной европейский язык. Студенты изучают политика и экономическое развитие тюркских народов, общественное развитие тюркских народов, изучают историю. Все, что связано, так скажем, с разным спектром развития тюркских народов. И, конечно, это очень актуально, достаточно востребовано в рамках современности, современных политических условий, когда Центральная Азия и вообще тюркский мир выходят на одни из лидирующих позиций в мировой политике. Можно я тоже дополню, потому что данная программа реализуется в двух высших школах, именно программа по оплате этих мест, коммерческих мест министерством. В нашей высшей школе реализуется профиль на направлении истории, истории, экономика, культуры тюркских народов. Также ребята изучают два языка, английский и турецкий, и также это целевые места, которые оплачиваются Министерством образования Республики Татарстан. И давайте последний вопрос, кратенько буквально каждый про магистратуру, потому что из каких модулей стоит тест магистратуры? Здесь не уточнили профиль, поэтому, я думаю, кратенько можно сказать про каждую. Скорее всего, касается лингвистики, потому что я это озвучила. Но у нас в качестве программы вступительного испытания два модуля предложены. Это, во-первых, теоретические вопросы, и второе, если бы мы принимали в очном режиме, это был бы анализ, стилистический анализ предложенного текста. Поэтому, соответственно, наше вступительное тестирование и состоит из двух модулей. Ну, все, наверное, на этом мы можем завершать. Вы смотрели инсталайсинс международных отношений Казанского федерального университета. И сегодня на вопрос абитуриентов ответила заместитель декана Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Шакирова Алла Юрьевна, декан Высшей школы иностранных языков и перевода Сабирова Диана Рустамовна и декан Высшей школы международных отношений и востоковедения Хабибульна Эльмира Камильевна. С вами была Диана Шилова. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok